Итак, друзья, всем большой привет. Меня зовут Фил. У нас продолжается очередной эпизод «Заметр диджей». Я нахожусь на перевалочном пункте в Домодедово и лечу в город Нижний Новгород, где пройдет фестиваль «Waterdance». Лечу я из Ульяновска, прилетаю в Нижний Новгород, будет, наверное, время поспать, несколько часов, где будет дружеская встреча, чаепитие с ребятами и потом сразу на фестиваль. Хочется послушать и Монбимов и Алин Фила, которые будут выступать после меня. И хочется вообще хорошо провести время, потому что был я уже один раз на фестивале «Waterdance» и получил масло. И вообще в Нижнем Новгороде хорошая музыкальная история, поэтому всегда с большим удовольствием приезжаю туда. Исходя из того, что я прошлую ночь спал в час, и в ближайшее время я посплю еще часа 3-4, в мае сознание и разум могут быть немножко ватными, поэтому не обижайтесь, если я буду говорить какую-нибудь ерунду. В прошлый раз, кстати, на фестивале «Waterdance» была очень забавная ситуация, когда я начал играть, и люди начали выходить на сцену, их никто не останавливал. И они выходили на сцену и танцевали со мной, и фотографировались, и это продолжалось минут 15. И я не знал, как это остановить, а никто как бы и не помогал мне в этом. И, собственно, мы так все вот танцевали и танцевали, и было забавно. Хорошо, что все там, несколько тысяч человек, которые были, они вдруг не решили, что нужно им идти на сцену. А это сделали только некоторые, и самые смелые индивидуумы. Впереди интересный эпизод, а затем сразу оттуда я иду, включу в Тюмень, на еще один Open Air, который называется Open Air летом. Что, когда есть хорошие друзья, когда ты сам парень не очень плохой, то есть возможность заглянуть в бизнес-зал. Не для рекламы, но бизнес-зал компании «Сэнс» здесь, домодеды, один из самых прикольных, потому что здесь и еда есть всякая разная, не то, что там всякие, ну, там, чипсы, не знаю, и попить. А есть еда, и днем есть горячая еда. В общем, можно нормально перекусить. Огурчик, оливки, все дела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот он, замечательный город, Нижний Новгород. И вот замечательный аэропорт города Нижний Новгород. Вообще, конечно же, давно уже на недал. Во всех наших крупных городах, представляющих ценностях, вот такие аэропорты, вверху с сайдингом, ну, не знаю. Хотя внутрь зайдешь все равно страшно, наверное, иностранцам, особенно американцам, у них очень большие аэропорты, у города очень большие. И они прилетают здесь, и даже, не знаю, это просто маленький аэропортик, или еще что-то. Вот, я встретила Катю. Люблю, когда я девчонки встречаю, с ними гораздо веселее, чем с пацанами. Такси-парень. Это можно воспринимать как комплимент, ведь тебе уже 34, а тебе говорят, такси-парень. Ты думаешь, вау, ты мне 24. Нет, у меня сегодня дача на шоке. Хорошая. Нормальная? Семь до девяти, да, ты говоришь? Да, у меня с семьи до девяти будет, соответственно, вот это чайпитие. Да. Ты хочешь к началу мутбил? Нет, я бы приехал, наверное, к началу. Итак, друзья, мы в отеле АК, в самом лучшем отеле города Нижний Новгород, 100%. Но нет, наверное, не во всех отелях, конечно, не было, но всегда приезжаю в Ваку. И всегда здесь хорошо, и он такой белый, светлый, классный, и завтраки вкусные. Завтрак, это важно. Ну что, надо теперь поспать, наверное, я перекусил. Забавная, интересная история, она происходит нам практически всегда, причем со всеми компаниями, в том числе и радиорекорд. Есть такая тема, что когда вы приезжаете в отель, вам организатор говорит, что, соответственно, все можно записывать на комнату. Ну, уже обо всем договорились, все все знают, просто подходишь, говоришь имя, там, фамилию, и тебе говорят, конечно. И в 99% случаев, может, 95%, говорят, не-не-не, вы знаете, у нас такого нет. Как так всегда договариваются? Причем так, я говорю всегда, даже когда мы, я приезжаю в рамках фестиваля «Трансмиссия» на мероприятие, там, в Москву, например, и тоже надо перекусить в отеле. И тоже такая же история, нет-нет-нет, и ты уточняешь, и они уточняются, и звонят-звонят. И так потом выясняется, да, действительно, действительно, простите, пожалуйста, да, действительно, все так и есть. Кстати, девушка Катя, с которой мы ехали в машине, которая меня сегодня встречала, она в том числе и занимается артистами на фестивале «Альфа Фьючер Пипл», на котором тоже я буду. Причем мы будем с большим количеством разных российских артистов, и этой, и Мати Садко, и Димка Алмазов, и Володя Фонарев, ну, в общем, много-много-много-много. Наш, там, естественно, будут это и Косинус, и М.С. Ричи, она рассказала всякие разные истории про «Альфа Фьючер Пипл», так как у меня в прошлом году не было, я не знаю, что там было, то есть я все понаслышке. Теперь я это еще немножко знаю от нее, ну, и, конечно же, я сделаю специальный репортаж своих диджейских заметок об «Альфа Фьючер Пипл», о том, что там интересно происходит. У нас сегодня чаепитие, я надеюсь, кстати, я позвоню Мунбимом Пашке, может быть, он тоже заглянет на чаепитие, и вы приходите. Алло, Паш, да-да-да, здравствуй, как дела? Слушай, скажи, я тоже хорошо, да, я приехал в Нижний, и сегодня мы с тобой, соответственно, встречаемся на мероприятии. А, у меня к тебе такой вопрос. Мы с ребятами организуем встречу до мероприятия, такой дружеской, чаепития такой. Я хотел узнать, может, у тебя есть желание присоединиться к нам? Я думаю, что ребятам было бы очень интересно. Я сейчас поспаю, потому что я прошлую ночь спал только час, и вот, и сегодня ничего не спал, поэтому я только приехал. Поэтому хочется и в гости только хочется. Все, хорошо, спасибо. Давай, пока. Ну, в общем, Пашка Мунбим, будет-не будет, не знаю, но уверен, что хотели бы люди на него посмотреть вообще, потому что Мунбим, конечно, просто громадная величина. Так, я выступаю после Мунбимов, после меня сразу выступает Алинфила. Их не удастся пригласить на чаепития, потому что приезжают они только в час тридцать, в принципе, в результате. Ну что, у нас вечер, и совсем скоро я приеду на чаепития, сейчас заедут за мной ребятам. Ладно, они красавцы. И песня правильная звучит про день рождения. Так, а поет Басков? Нет? Да, вот, да, Басков. Здрасте. Наши. Только приеду вам, друзья. Все, давайте. Добрый вечерок. Добрый. Я, как человек, у которого есть двое детей, могу тебе точно сказать, все только через силу, да, через боль. Все только через боль. Нет, не бедные дети, обычно бедные родители. Так, а что мы... Давай подарок. Или пускай постоит пока. Сейчас я приду. Хорошо. В Нижнем Новгороде. Тут какая-то штука есть. Ну, там открывай. Штука. А мне надо открывать? Нет. А, она открывается так, как кров. С приемлема. С приемлема. Ну, точно. Вот теперь... Сладких тарталей. Не знаю, как это назвать. Кексики. 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 Именные, да. Вот прям, видишь, специально... Ручкой, я вижу, писали. Гелевые. 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 Здесь, может, и есть. Круг. Спасибо большое. Вот такую коробку сладостей мне собрали на чаепитие. Чаепитие прошло классно, здорово. Ну, Нижний Новгород, вообще, вы знаете. У него есть особая какая-то история музыкальная. Может, потому что тут Монбим, может быть, тут еще. Потому что всегда есть какая-то особая теплота в этом городе. И в плане выступлений, и в плане каких-то мероприятий. Поэтому с удовольствием всегда. После чаепития осталось достаточно большого количества разных сладостей. Они здесь, меня ребят собрали. И я подумал, что самое правильное будет это взять с собой на мероприятие. В Нижний Новгород, на Утердетс. И в гримерках с простыми артистами все это дело переключить. Вообще, один из лучших звуков в России, который я слышал в клубе. Да. Очень хорошо там было приступать. И, ну, как бы здорово. Мило, он другой. Он такой, что-то концертный, да? Такой. Может быть, даже с большим количеством людей, да, на которых помещается он. А, да. Второй этаж, что-то такой очень обозначенный, четко там, по-моему, сидеть. Тут все больше на танцполе, да. Как бы две площадки разные. Симпатичный, но вот звук очень хороший. А в субботу обычно больше приходят людей на Ватерденс? Или примерно... Я думаю, что сегодня нужно мне больше. Почему? Тоже субботу. Беременныш меня назад? Уже начал. Там рыжая была, да? Да. Коза стирает. Саундчек я пропустил. Поменял саундчек на чайпите с ребятами. И немножко на сон. Когда-нибудь... Знаешь, какие бывают, конечно, ситуации? Когда вот нет саундчека. Ну, это обычно, это больше клубная, конечно, история. Ты приезжаешь в один с вечера. Соответственно, только успеваешь забежать в гостиницу. Там, не знаю, быстрее сполоснуться. Все. Ты идешь на мероприятие, а я выхожу под интро. То есть, интро ставится, и я выхожу под него. И вот я выхожу, а стол оказывается высотой ниже метра. Это для людей. То, что как бы, да? Вместо того, чтобы уже начать дарить какую-то энергетику, ты занимаешься другими вещами. Да, вот важно то, что ты... Вот та энергия, которая, ну, как будто бы должна была выплеснуться во время этого выступления, она начинает идти не туда, а ты начинаешь от этого ловить негатив. И потом, чтобы, образно говоря, настроиться, тебе нужно еще там минут 10, 15, 20, просто вот войти в это. Потому что ты шел с одним, получил совсем другое, и бац, какой-то. Вот это очень быстро сбрасывается вот это. Поэтому я сегодня не был на самом деле. Правильно. Надеюсь на Дениса. И на тебя, Катя, тоже дадите. Ну что, люди, разбегайтесь. Ты знаешь, ребята, с Just Tracks? Да. Я их называю Just Tracks. Можно сократить просто, да, Tracks. И будет еще веселее. А как, где у нас Tracks? Так выглядит VIP-гриммерка. Кормят льдом и макарди. О! С корочкой. Так, давайте line-up. Сейчас играет нон-бим. Я как раз хотел послушать. А затем Фил тоже хотел послушать. А Ленфила хотел послушать. Послушать. Потому что седра, как мы выяснили, теперь их называют так. Вот машин терпят. Не знаю, она у меня утром вылет, поэтому я уже до этого момента не останусь. Вот она моя вечерняя лапша. Кстати, очень здорово, что по дороге Катя позвонила, попросила. И, в общем-то, мы недолго ехали, но уже лапша здесь стоит. Уровень. Трудо. Короче, я без браслета. Ты знаешь, чем закончился один раз приход диджей грува без браслета? Были? Положили лицом на пол. Это было в Петербурге, в Луге-Корде. Я думаю, что Женя сам рассказал эту историю в этом бою. Потом с ним лоткались. Сколько воспоминаний. Да. А так раз и все. Вентилятора по райдеру, выделенного красным цветом. Нет. Но. Но. Но я не взяла, а будет. В Нижний Новгород тут вот так вот решаются вопросы. Раз и все. Как дела? Приезду. Спасибо. А может быть ты могла бы сходить может быть у них есть флешки я бы к ним закинул. Потому что у меня мои флешки рабочие. Может быть есть флешки? Наверняка что-то есть. Тебе не будет жалко. Нет, конечно. Привет! А? 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо! 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 Ура! Спасибо! 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 !